Свекр очень плохой человек. Ни с кем не может жить. С нами жил полгода, поругался со своим сыном и ушел. В конце концов пошел в дом престарелых, но все равно думает забрать его, когда закончит строить дом. Скажите, пожалуйста, при том, что он не прорастил моего мужа, мой муж все равно должен заботиться о нем. Мы с мужем 8 лет уже в браке, но не получается забременить. Муж вообще ничего не хочет делать. Каждый раз, когда едем на лечение, он все время ругается со мной. И на этом фоне мы очень часто сильно ссоримся. Недавно я заметил, что он общается с другой девушкой, но он утвердил, что она ему друг. А сам разговаривал с ней каждый день. Приятел телефон от меня, когда я к нему подходил и ставил пароль. Она жила в другом городе. В один день я обнаружил в его телефоне, что он звонил ей всегда, когда были в ее городе. Я позвонил ей и сказал все, что о ней думают. Я из города Бишкек. У меня плохие отношения с мамой. Она выросла для меня без отца и чьей-либо помощи. Я совершенно не вижу от нее никакой поддержки. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите. Рубрика «Вопросы до Влатова». Очень рад служить вам. Пожалуйста, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто нуждается на эти ответе. Первый вопрос такой. Здравствуйте, Санур Раджабович. Свекр очень плохой человек. Ни с кем не может жить. Пьет моего мужа. Растил не он. Недавно развелся с третьей женой. И когда хотел покончить с собой, мы забрали его к себе домой. С нами жил полгода. Поругался со своим сыном и ушел. Всем говорит, что мы плохие. Проклинает нас. К братишке поехал, оттуда ушел. К брату поехал и с ним не смог жить. В конце концов, пошел в дом престарелых. Муж чувствует себя виноватым. Перед Аллахом. Сам намаз читает. У мужа есть старые обиды, что отец не растили его. Но все равно думает забрать его, когда закончит строить дом. Скажите, пожалуйста, при том, что он не прорастил моего мужа, мой муж все равно должен заботиться о нем. За счет того, что ваш муж должен заботиться о нем или нет? Конечно, да. Потому что он его отец. Понимаете, это для него шанс позаботиться о своем отце, пока отец жив. Понимаете, родителей вечно не будет. Наступит день, когда его не станет. Не важно, он хороший или плох. Тогда ваш муж вообще себя не простит за это. Поэтому пусть он заботится о нем. А за счет того, что забрать его к себе домой, если видите, что с ним очень трудно вам жить, лучше не заберите его домой. Лучше позаботиться о нем там. Потому что, может быть, ему там будет легче. Потому что, если он только с вами не мог бы жить, я понимал бы, но поскольку он и с вами не мог бы жить, с братом не мог бы жить, с родственниками не мог бы жить, еще с кем-то не мог бы жить, тогда, и это, если будет вас еще напрягать, еще ухудшить отношения вашего мужа с его отцом, лучше бы это не делать так. Лучше бы оставить так, по-другому. То есть пусть он там будет, в дом старелях, просто ваш муж пусть позаботится о нем, как сможет, как у него получится. Тогда будут вам всем лучше. Так будут лучше, чтобы потом еще не ухудшилось ваше отношение. Потому что, если вы возьмете к себе домой, а вдруг еще станет хуже, потом обратно опять вести и так далее, это будет головная боль. Лучше пусть позаботиться о нем, пока он находится там. И со временем, возможно, это приведет к улучшению отношений между вашим мужем и его отцом. А тогда видно будет. Если стоит, можете в любой момент его забрать к себе домой. Салам алейкум, я из Худжанда, сейчас работаю в Москве. Три года назад развелся с женой из-за ее бесплодия. Потом встретил девушку на год старше меня, у нее двое детей. Мы так друг друга понимали и уважали, но мои родители были против. Мама заболела из-за меня, отец не хотел разговаривать. Родственники морочили голову своими советами. Но это все прошло. Я женильца, жена забременела. Потом я спокойно улетел в Москву. Но недавно я слышал, что у них все еще идет война. Моя мать обидела ту девушку, высказав унизительные слова. Эта шлюха приклеилась к моему сыну и так далее. Она в ответ лишь сказала, я на все была готова. Мама начала скандал, унижать ее и ее семью. Ее семья в кошмарном положении. Даже ее отец позвонил мне. Я теперь не могу спать, как мне бить наставник. Понимаете, то, что ваша жена ответила так, что я была готова на все, это означает, что она хотела построить свое счастье. И это нормально, и это естественно. А что она должна была ответить? Она должна была сказать, что нет, то пятидесяти. Ничего плохого нет в том, что она так ответила, что я была на все готова. Это означает, что она борется за свою судьбу, за свою жизнь, чтобы построить свое счастье. И это нормальное явление. Поэтому вы должны маму аккуратно объяснить об этом, что мам если моя жена ответила так значит потому что она любит меня потому что очень хотела со мной создать семью поэтому скорее она так ответила и ничего в этом плохого нету от того что она так ответила и не стоит ей обвинять за это называть его шлуха или кем-то другим объясните свою маму аккуратно и вежливо чтобы это было нормально и соответственно если сможете сами удобный вариант заберите жену с собой там где вы живете закон один где муж там и должна быть зна жена так будут вам проще и легче вы будете жить нормально и намного без проблем и так будьте помогать родителям зарабатывать отправлять им деньги следующий вопрос аноним здравствуйте я живу в кыргызстане мы с мужем восемь лет уже в браке но не получается забременит друг друга любим не хочу развода не все эти годы много раз лечились и в бишкеке ваше но нет результаты сделали это в бишкеке но опять не получилось муж вообще ничего не хочет делать каждый раз когда едем на лечение он все время ругается со мной а у меня есть надежда хочу лечиться и родить мне уже 30 лет мужу 31 хочу усыновить или удочерить но можно хочет я много раз спрашивала у мужа что он хочет он ничего не говорит не хочет говорить на эту тему я читаю намаз муж младший ребенок в семье живет с родителем мужа живем с родителями мужа родители очень хорошие но они тоже не смогли уговорить мужа чтобы он получал лечение или усыновление что мне нужно делать дайте совет пожалуйста родная моя дети это смысл жизни дети это смысл жизни вам надо попробовать все-таки один раз самому по отдельности пойти лечиться самому полечитесь чтобы видеть что что вам надо понимать у кого из вас причина если у него эта причина соответственно надо чтобы с ним поговорили его отец ли кто-то чтобы отвез его показали лечил а если у вас причина вы сами идите 1 раз проверьте чтобы убедиться что действительно ли у вас причина сами правильные вещь вместе с мужем лечиться это сами правильность и лечиться у одного гинеколога и эти гинекологи обычно определенные лекарства дают их назначать и мужу тоже из совместно соблюдать все правила которые они говорят вот это это очень важная вещь хорошо это очень сильно помогает вам это очень сильно решает вопрос но если он не идет на это вы должны ему объяснить пройдет еще пять лет совсем станет поздно если вы любите друг друга надо бороться за это иногда понимаете иногда бывает так что кому-то с первого раза лечение пойдет на пользу а кому-то надо сели год или полтора года если уже организм накопилось какие-то хронические воспаления или так далее или какие-то инфекции придется сели год или полтора два года каждый квартал или каждый полюгода лечиться и надо чтобы вы ему могли донести до него это очень важно дети смысл жизни вы правильно делаете продолжайте бороться продолжайте бороться за свое будущее чтобы у вас было деть бы были дети это очень хорошо поэтому возможно от того что у него некоторое время детей нету поэтому он приживает возможно он депрессивном состоянии находится знаете когда что заметили я заметил что женщина забременит когда на себя чувствует счастливое состояние и жите куда-нибудь с мужем каждый хотя бы полгода куда-нибудь или каждый год накопите деньги куда-то нибудь съезжайте я это заметил когда женщина более счастливая себя чувствует она быстро забременит и это видел и отчество много чего знать за зависит от нервной системы от нервной системе и мужчине и женщин это так попробуйте попробуйте поговорить пусть его мама пусть мама поговорить еще если надо будет следующий вопрос живу с мужем 9 лет трое детей он хороший человек но но у него очень острый язык он значит ревнивая и постоянно говорит мне что хочет взять вторую жену а мне очень больно это слышат даже в шутку и на это фоне мы очень часто сильно ссоримся недавно заметили что он общается с другой девушкой но он утвердил что и она ему друг а сам разговаривал с ней каждый день прятал телефон от меня когда с к нему подходили и ставил пароль она жила в другом городе в один день я обнаружила в его телефоне что он звонил ей всегда когда были у города я позвонила ей и сказала все что они думаю потом мой муж накричал на меня сказал что я дура и больше мне не доверяет и что теперь точно будет брать себе другую жену а то что он сам не прав он не признает мне было очень больно но решила с ним помириться скажите как мне стать для него интересная собеседница и друг другом я сама по себе не интересная и у меня не бывает там для тем для разговора после этой ссоры он не может все забить я очень боюсь что все дойдет до развода помогите мне как быть и что делать заранее благодарна помните что мужчинам нужно от женщина только двух вещей если это два вещи вы можете давать на высшем уровне мужчина никуда не идет самый первый это очень хороший постель дайте мужчину хороший постель покормить его понимаете у каждого человека есть животное начало вы хотите не хотите природа забирать своего это инстинкт и конце концов это вкус жизни поэтому дайте ему хорошо себя чувствовать в постели условия создательного уют создайте на нервах его не действуйте помните что главный орган сексе это не полови органы это мозг если вам мозг нагружен за напряженный и вы постоянно с ним ссоритесь он даже если вы сама сексуально со временем он будет испытывать к вам можно сказать холод отношения будут холод холоднее с каждым днем поэтому для мужчины нужно два важные вещи первое сдайте хороший постель дайте ему запомните мои слова 2 добрый ласковый язык чтобы быть для него интересно разговаривать с ним по его темам что ему интересно изучайте его жизненные сельности у человека характер меняется вкус меняется но жизненные ценности никогда не меняется они всегда останется с человеком они как тонкая нитка сопровождать человека всю весь период его жизни например если у него те какие религии он всю жизнь будут работать над тем чтобы воспитать в себе религии и вокруг себя религии развивать если у него тяга к политике он всю жизнь буду заниматься политиком интересоваться политиком если у него тяга к спорту он будут постоянно интересоваться спортом и так далее вам надо себе спросить вот можете ли всю жизнь этого вы выносить и терпеть и в эта тема пообщаться с ним а если вы умеете это делать изучайте в это направление что-то чтобы у вас была тема разговора я хочу вам сказать всегда найдется тема для разговора их все вид 2 самая важная тема для разговора это духовные ценности духовные ценности всегда актуальная тема между мужем и женой и между родителями детьми потому что времена меняется и понимаете интересы меняется и времени меняется между родителями детьми очень большая расстояние формируется и поэтому всегда происходит так что то что интересно родителям не интересно детям то что детям интересно не интересно родителям иногда бывает что между мужем и женой такое происходит если муж постоянно растет а жена не развивается или жена постоянно развивается муж не развивается я часто в строитель это что что когда муж развивается, жена развивается, со временем это приведет к разводу. Или наоборот. Почему? Потому что с годами, с возрастами для мужчины и вообще для семьи большое значение иметь общение. А когда ты не найдешь вот эту точку опоры общения, душевное состояние, и этому следуют разводы. Я много раз это видел. Поэтому вам нужно изучать и развивать себя в том направлении, где его жизненные ценности, чтобы с ним общаться об этом, быть в теме разговора с ним. Не привязывайте себя, но аккуратно просто общайтесь по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вы увидите, со временем вы станете для него самая интересная женщина. Это правда. Просто старайтесь его послушать, старайтесь его понять. Старайтесь. Если хотите, чтобы он вас понял, сначала вы постарайтесь понять его. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из города Бишкек. У меня плохие отношения с мамой. Она выросла для меня без отца и чьей-либо помощи. Я совершенно не вижу от нее никакой поддержки. Ей не нравится, какие книги я читаю, с кем общаюсь, что изучаю, во что одеваюсь. Она недовольна всем, что я делаю. При любых моих попытках объяснить ей, она резко отрезает. Ничего не хочу слышать. Я не хочу с ней общаться, потому что от нее исходит только негатив. Все вокруг плохие, а я по ее словам постоянно все порчу. К психологу она не пойдет, она даже запрещает читать книги по психологии. Как быть в такой ситуации? Дорогая Анна, я вас очень понимаю. Видите, она выросла у вас без отца, и она к вам очень ревностно относится. И понимаете, есть такой период, когда женщина сама одна воспитывает детей. В большинство случаев так. В большинство случаев, я не говорю всех и всегда, но в большинство случаев это так и происходит. Когда женщина сама одна воспитывает детей, я заметил, что происходит такая картина, необычная картина. Происходит такая вещь, что потом они очень сильно ревниво относятся к своим ребенкам, к своему детям. Знаете, как это происходит? даже когда ты найдешь себе парина и себе пойдешь даже мужа и они начинают захотеть чтобы ты больше время было с ней чем чем с мужем и для в том что она очень хочет чтобы ты делала все по ее мнение вот в чем суд она очень хочет чтобы ты оправдала ее ожиданий понимаешь родители вкладывают в детей очень много а потом от них ожидает возврата ожидать благодарность от вижу ожидать ласковость ожидать того а если этого не видит они начинают злиться то есть получается что им больно становится вложенный труд вложенные усилия которые они вкладывали в детей хотя они это делали с любовью в детстве но с возрастом когда время меняется они это воспринимает подсознательно как как будто понимать им очень больно они хотят чтобы ты кроме нее больше ничего не видел в этом мире ничего не что не сочетал с другими мнениями почему они тебе запрещают читать книги потому что она думает что другие книги испортит твое сознание вот ее умение не сами правильные поэтому она так себя ведет а теперь тебе надо стану мудрее а как надо делать продолжать читать стану мудрее и старайся понять ее старайся услышите и старайся пообщаться с ней стараться просто вести к ней беседу не приживай понимаешь не приживай если ты будешь задевать его она будет сильнее нервничать ты замечание не делай ее не требует не так вот такого подхода никура понимаешь наоборот наоборот всегда старайся сказать я понимаю вас мама и чем я могу что я должна делать что вам было хорошо постоянно спрашиваю у нее понимаешь если хочешь чтобы она тебе поддерживала в чем-то просто постоянно спрашиваю у нее иногда спрашиваю у нее часто совете и она успокоится а потом можешь делать по-своему но часто спрашивают не о совете и вот увидишь все у вас наладится дорогие друзья ставьте лайк под нашу рубрика рекомендуйте нашу рубрика своим знакомым друзьям кто нуждается в этих вопросах и пожалуйста подписывайте на нашу рубрику и теперь время практики пишите пожалуйста в комментариях три важных совета что выбрали для себя из эта рубрика что вам дало эта рубрика хотя бы три ценные совета которые для себя получили как виде резюме фиксируйте его в комментариях что вам помогло эта рубрика спасибо удачи вам